Утро на семи холмах Джейшон, 9 часов и 32 минуты в Москве. У нас сейчас слово нашей службы информации. Крепкое, громкое слово нашей службы информации. И затем уйдёмся в руки здесь Абба и Эдшир. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Время от лесных пожаров наблюдается в Норильске и ещё семи районах края. По последним данным в Якутии зафиксировано более 150 возгораний. Их тушат военные специалисты авиалесоохраны, МЧС и добровольцы. Минцифра предложила собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга. Они потребуются для идентификации гражданина. Новые правила ведомства надеются вести уже с Нового года. В Минтрансе также не исключают введение биометрии для идентификации пассажиров самолётов, поездов и общественного транспорта. Напомню, единая биометрическая система начала работать в нашей стране три года назад. Доступ к информации предоставили банкам, страховым компаниям, которые внесены в госреестр. Россияне стали чаще ходить в супермаркеты. В первом полугодии граждане посещали такие магазины в среднем 13 раз в месяц. Это на один поход больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС. Средний чек вырос на 3% до 675 рублей. Больше всего в супермаркетах тратят россияне в возрасте от 41 до 50 лет 727 рублей. Меньше всего молодые люди на 21 году до 30 лет 530 рублей. Добавлю, что во время пандемии у россиян вырос интерес к онлайн-шоппингу. Доля клиентов, заказывающих товары в сети, составила 10%. Здесь средний чек 2787 рублей. Американский писатель Стивен Кинг собирается написать книгу о пандемии коронавируса. По словам короля ужасов, он намерен взять события прошлого года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Также писатель признался, что из-за пандемии ему пришлось немного переделать свою последнюю книгу Билли Саммерс. По сюжету герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020-м они не смогли бы этого сделать. Поэтому Кинг был вынужден перенести события в 2019-й. На этом у меня пока всё. Доброго утра и отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok